В России людей на войну в Украине стали нанимать через подразделение государственной бюджетной компании «Жилищник», которая занимается обслуживанием жилых домов в Москве. На две вакансии охранников обратили внимание журналисты русской службы BBC. Как выглядит эта вакансия, какие условия предлагают и удается ли таким образом заманить людей на войну? Елизавета Фохт, корреспондент BBC News Russian. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой вакансии охранника. Какие условия предлагают, какая зарплата, льготы и так далее? Ну, эти самые вакансии, о которых вы говорите, были опубликованы на сайте HeadCounter, популярном сайте, собственно, для поиска работы. Мы вот с коллегами обратили внимание на то, что у двух жилищников в Москве, это, как вы сказали, компании, которые занимаются, ну, всем, что связано с сферой ЖКХ, они есть в Москве в каждом районе. Так вот мы обнаружили, что на сайте двух таких жилищников, двух московских районов, появились вакансии охранников с зарплатой до 240 тысяч рублей. Надо сказать, что такая вот средняя типичная зарплата для должностей вот в этом самом жилищнике инженеров, специалистов по ЖКХ составляет, ну, может быть, 50-60 тысяч рублей, так что это достаточно, ну, большая разница. И, собственно, в этих вакантиях было указано, что ищут охранников без опыта работы. И в одной из таких вакантий было прямо написано, что работа предстоит по линии Министерства обороны, что вот этот самый охранник, в кавычках, будет заниматься охраной российской государственной границы, что он должен быть ответственным, пунктуальным и уметь работать в команде. Там вот и какие требования указаны. Про конкретику, что этому охраннику предстоит делать, в самой вакансии больше ничего не сказано, зато перечислены многочисленные льготы, которые ждут человека, который откликнется на эту должность. Это и социальная поддержка, выплаты детям, какие-то льготы, послабление при оплате ЖКХ. Да, в общем, такой достаточно большой внушительный социальный пакет обещается. Вот во второй вакансии тоже обещают очень внушительный пакет, но не написано, что работа будет по линии Министерства обороны. Написано лишь, чтобы предстоит заниматься, как там указано, охранной закрепленной территорией. Но что примечательно, что в обеих этих вакансиях указан один и тот же номер телефона, и вот мы по нему позвонили, и человек на том конце трубки, в общем-то, совершенно никак не таясь, быстро сказал, что работа предполагает отправку на войну в зону специальной военной операции, как выразился этот человек, так в России называют войну, вторжение в Украину. И что предстоит заключить просто контракт с Минобороны, а вот вся эта схема с жилищником нужна для того, чтобы вот этот самый охранник, в кавычках, получал, отправившись на фронт, дополнительные выплаты от города Москвы, потому что жилищник — это бюджетная организация. Вот такая вот нехитрая схема раскрыть, которую, повторюсь, достаточно лишь просто обратившись к телефону. А только ли из-за этого через государственное бюджетное учреждение ищут тех, кто готов ехать на так называемую спецоперацию, потому как Минобороны Российской Федерации абсолютно спокойно вербуют в ряды военнослужащих россиян, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, а тут вот как-то через государственное бюджетное учреждение? Ну, смотрите, дальше вот это просто скорее из области наших рассуждений, потому что действительно, мне кажется, вы совершенно правы. Трудно понять, зачем нужна такая сложная схема с публикацией вакансий охранника. После того, как мы про них написали, они с сайта вот с этого исчезли. Больше охранников в районе, в Московский район Кузьминки не ищут по какой-то непонятной причине. Действительно, зачем вербовать людей для отправки на войну таким образом, когда есть вполне открытые наборы и по линии Минобороны, и в Вагнеры, как вы говорите, в российских тюрмах? Мне кажется, что на самом деле, если огромное количество россиян действительно отправились на войну, но очереди военкоматы не стоят и не стояли ни в начале войны, стояли во время мобилизации, когда сказали, вот вы обязаны пойти. И люди такие, ну что поделать? Раз сказали, значит, мы пойдем. Но вот так, чтобы желающих были прям тысячи и тысячи, я бы сказала, что, в общем, не везде и не во всех регионах этот набор добровольцев или контрактников идет гладко. Плюс мы видим, что Россия несет на этой войне чудовищные потери, которые Минобороны не признает, но тем не менее. Эти цифры, да, есть журналисты, которые считают буквально по головам, есть многочисленные видео, да просто с дрона, да, когда видно, как под каким-нибудь, ну, неважно, в любой точке по фронту видно, что гибнет огромное количество людей. То есть людей нужно как-то заманивать. Открыто звать людей, вот нам этот, собственно, мужчину на том конце трубки, мы его спросили, а чего такая сложная схема, почему охранник? Они говорят, ну, мы же не Минобороны, мы не можем вот прям так вакансию выкладывать. А вот попытаться заманить людей какими-то дополнительными выплатами, что для их детей будут какие-то там, я не знаю, преференции в детских садах. Вот это уже более привлекательно. Ну, то есть вот представьте, вы какой-нибудь типичный, может быть, не очень образованный человек, который живет в Подмосковье или Москве. Зашли на сайт поиска вакансий, ищите, ну, наверное, охранником подработаю, в каком-нибудь там супермаркете или еще где-нибудь. Выставляете себе там ползунком зарплату какую-нибудь повыше, и вдруг видите, пац, а тут в ГБУ жилищники предлагают зарплату до 240 тысяч рублей. Эта зарплата вообще-то очень хорошая даже для людей, которые занимаются каким-то, я не знаю, интеллектуальным трудом, программистов, не знаю, в общем, это высокая зарплата даже по московским мерам. И вот этот человек думает, ничего себе, как здорово, позвоню скорее. Звонит, а ему говорят, вы знаете, ну, это на самом деле нужно будет в зоне спецоперации работать, но вы не переживайте, вам подготовку обеспечим, и льготы будут каждый месяц, и выплаты на детей, и вообще будете какой-нибудь там охраной заниматься. Потому что многие же очень там мобилизованные, и тех, кого вербуют в ЧВК, которых уже развелось только что, посчитать их невозможно, говорят, что им обещали, что они там будут какие-то, не знаю, там, склад с боеприпасами, да, там, охранять, а на фронт их никто не отправит. Ну, вот такой типичный человек и думает, а что, ничего, хорошая зарплата, стабильная, на фронт меня вряд ли кто отправит, да кому я нужен, у меня же даже никакого военного опыта нет, потому что там в вакансии написано, что вообще никакой опыт не нужен. Пойду, подзаработаю денег, да еще семье своей помогу. Вот мне кажется, что на таких людей примерно такие вещи и рассчитаны, потому что, ну, сумма, правда, достаточно астрономическая для человека, который рассчитывал найти работу охранником, но он, может быть, на 50-60 тысяч рублей рассчитывал максимум. А тут выясняется, что можно вот такую получить сумму и соцпакет. Я думаю, что, возможно, не последнюю роль может играть то, что у этого так называемого охранника, у него же в трудовой книжке будет написано, что он охранник, а место работы государственное бюджетное учреждение «Жилищник», а не там, не знаю, стрелок. Это интересный вопрос, потому что, да, этот человек, который представился с Станиславом на том конце трубки, которому мы звонили, сказал, что официально мы вас в этот «Жилищник» действительно устроим охранником, чтобы у вас были выплаты, но, по его словам, контракт Минобороны тоже будет заключен. То есть у человека будет, по идее, официально статус военнослужащего. Другой вопрос, что мы знаем много историй, например, о добровольцах, которым тоже говорят, вот вы идите в наш отряд, у вас будет официальный контракт с Минобороны, а потом оказывается, что контракт совсем не с Минобороны, а с какими-то другими непонятными структурами. Но, например, в одной из этих вакансий было написано, что человеку обещают по итогам вот этой работы охранникам, в кавычках, статус ветерана боевых действий. Так что, возможно, в трудовой книжке, как вы выразились, будет и «Жилищник», и охранник, и, не знаю, военнослужащий российской армии. То есть, как это в итоге работает, неясно, но примечательно, что действительно город, именно Москва, правительство Москвы использует такую схему, чтобы еще какие-то свои щедрые городские выплаты дополнительные подарить военнослужащим, потому что каждый российский регион обещает свой какой-то дополнительный соцпакет тем, кто готов поучаствовать во вторжении в Украину. Но и вот в Москве этот соцпакет больше, чем во многих других городах, и, видимо, вот уже на такие приходят и исхищения идти, чтобы заманить туда людей. А известно, чья конкретно эта компания? Ну, понятно, что она государственная, но кто конкретно за ней стоит? Мэр города, губернатор Московской области? Потому что история этого «Жилищника», там людей заставляли рекламу развешивать, рекламу на войну в армию вербоваться в российскую, и даже повестки разносить. Причем потом этих же людей, которые разносили повестки, им тоже повестки и выдали, собственно. Ну, смотрите, дело в том, что я думаю, что формально «Жилищник» подчиняется московскому правительству, ну, то есть мэрии фактически. В общем-то, всех сотрудников этого «Жилищника», а там, повторюсь, очень много людей, вот от тех самых охранников до людей, которые, ну, я не знаю, условно говоря, обслуживанием домов занимаются, дворников и так далее, их всегда, вот они первые люди, которых, как сказать, припахивают, если так можно выразиться, к любой абсолютно государственной деятельности. То есть если, например, брать период до войны, то это, например, те люди, которые там стоят в очереди на избирательные участки, которым говорят, вы должны обязательно, не знаю, проголосовать на выборах или там электронное голосование устроить, или действительно там разносить повестки и так далее. То есть это такие вот те самые бюджетники, популярное слово, да, на российской политической карте, вот и в Москве, и во многом именно сотрудники этих «Жилищников» составляют, ну, такой вот значительный процент этих бюджетников, потому что их очень много, районов в Москве можно, много, и, собственно, «Жилищник» есть в каждом, собственно, это довольно большое количество человек, и они, собственно, полностью зависят от правительства, потому что зарплату им платят правительство Москвы, государство, и, ну, вот, да, сейчас, сегодня им говорят, условно говоря, повестки разносить, потом, хотя это совершенно, ну, это, наверное, уже даже смешно про это говорить, с учетом того, что происходит в России, но, разумеется, сотрудники «Жилищника» не могут разносить повестки, это совершенно незаконно, этим должны заниматься сотрудники военкоматов, но, тем не менее, завтра им самим эти повестки выдают, если нужно обеспечить какой-то процент, а послезавтра уже вот по их линии занимаются тем, что вербуют людей для участия во вторжении в Украину, так что это действительно, ну, это вот люди, которые часто оказывают в таких ситуациях. Вот, кстати, Елизавета, вы и ваши коллеги проводили ли какую-то связь с вот этим прецедентом, наймом, да, людей на войну, по большому счету, через государственное бюджетное учреждение, с тем, что московское правительство не справляется с тем обязательным лимитом добровольцев, так называемых контрактников, который установлен негласно Кремлем для каждого субъекта Российской Федерации? Вы знаете, это очень хороший вопрос. У нас нет там каких-то источников, да, или вот прямых фактов, которые указывали на то, что это связано, но мне кажется, что это все равно вот то, о чем вы говорите, что действительно Москва — это тот город, где все равно каждый раз все это делают аккуратнее, стараются не вязать. Огромное количество москвичей уезжало из Москвы, когда была объявлена мобилизация, чтобы попасть в нее. Это очень часто связывается с тем, что в Москве потенциально выше протестный потенциал, что люди откажутся, они более информированы и больше знают. Связано ли с этим всем контекстом тот факт, что уже пытаются заманивать каких-то простых людей, которые ищут работу охранникам вот так вот по фронту? Повторюсь, мы не знаем, вот есть ли прямая связь, но, повторюсь, мне кажется, что это действительно очень важный контекст, что уже пытаются этим людям обещать все вообще награды на свете, что вам и выплата дополнительная будет, и на детей вашим выплаты будут, и за ЖКХ вам нужно будет меньше платить. То есть вообще все блага на свете обещают человеку, лишь бы он согласился на фронт поехать. А удалось ли узнать, что таким образом кого-то такие завербовали? Нет, не удалось, но нашему корреспонденту, который звонил узнать про эту вакансию, ему одностоятельно просили подумать, может быть, он все-таки хочет отправиться. То есть очень рассчитывал человек на том конце провода. Уж не знаю, был ли он сотрудником жилищника или другого какого-то ведомства, он прямо очень просил подумать настоятельно о том, чтобы откликнуться на эту вакансию. Скажите, а есть еще примеры того, как через какие-то государственные компании, учреждения вот так вот нанимают и ищут тех, кто хочет заработать денег на СВО так называемой? Вы знаете, вот прямо такого примера, чтобы вот тоже это была такая скрытая вакансия, я не видела, но, например, я обратила внимание, мы сейчас очень много пишем про разные ЧВК, вот про все эти миллиардные структуры, через которые людей отправляют на войну. Я, например, видела на сайте частной военной компании «Патриот», такая тоже существует, она не так известна, как «Вагнер», но тем не менее, там не совсем понятно, чем она занимается, но у них на сайте прямо висят объявления о вербовке людей на войну, и там, например, указано, что мы вас обещаем дополнительные выплаты от Москвы, то есть, видимо, тоже обещают некую отправку через организации. Ну и потом, собственно, вот только сейчас отгремела новость о том, что, например, у «Газпрома», государственной компании, газового монополиста, есть свои частные военные компании, три отряда, поток, пламя и факел, куда набирают охранников «Газпрома» по всей стране. Это не совсем бюджетная организация такого уровня, то есть, это не подчиняется правительству Москвы, но тем не менее, это все равно госкомпания, где вот такая агитация ведется, и мы знаем, что есть и пленные из этих отрядов, мы знаем, что есть и погибшие, есть Евгений Пригожин, который жалуется на то, как эти плохо воюют. Ну то есть, в каком-то виде, очевидно, вот по этой линии, через государственные компании, через государственные какие-то структуры, бюджетные организации, это вербовка в том или ином виде ведется. Спасибо вам, Елизавета Фохт, корреспондент BBC News Russian, говорили о том, как в России уже начали через государственные бюджетные компании вербовать людей на войну, и конкретно об истории в Москве, через ГБУ «Жилищник». Спасибо.